Девочки, любимые, для того, чтобы похудеть после родов, необходимо совсем немного времени. Мне понадобилось 2 месяца и немножко усилий для тренировок, которые я практикую раз в 2 дня. Сейчас я вам покажу, как я их провожу. Лерочка, иди ко мне. Знакомьтесь, это Лера, она профессиональный фитнес-тренер, и сейчас она мне поможет рассказать вам, как же правильно худеть. Лерусь, с чего мы начнем? На самом деле, чтобы похудеть после родов, если у вас есть мотивация, то достаточно иметь дома один только коврик. Больше не нужно. Если, конечно, у вас есть возможность, было бы хорошо иметь эспандер, который вы можете купить в любом магазине, это недорогая вещь. Фитбол, который также есть у всех, особенно у кого есть дети. И гантели, вместо гантели можно использовать бутылки с водой, наполненные водой по вашему желанию. Книги можно использовать, правильно? Книги, все что угодно. Если есть коврик, это уже залог успеха. Молоток можно использовать, а лучше просто, чтобы дома не было холодильника, тогда вообще не придется худеть. Стереотип многих девушек, то, что после беременности нужно срочно-срочно качать пресс. Очень. Вот знаешь, меня очень сильно смущал живот. Ну, у меня его практически не было, но все равно вот такое маленькое какое-то провисание, оно очень сильно раздражало. Как правильно качать пресс? Потому что вот в некоторых позициях, да, возникали такие болезненные ощущения. Я, во-первых, за то, чтобы тренировку делать полноценную, да, то есть нету отдельной тренировки после беременности для пресса или отдельно для ягодиц. Есть комплекс, где у тебя просто есть пресс. Хорошо, давай тогда сориентируйся так. Смотри, как я начинала приходить форму. У меня ребенок спал, да, он спал определенное время, и между вот этими снами, ребенка, у меня там было по 30-40 минут. Отлично. Вот, давай так, чтобы мы уложились в 30-40 минут, пока ребенок спит. Хорошо. В 30-40 минут ты можешь разогреться, у тебя займет 7-12 минут. Показывай, как. Легкий разогрев – горность двигательного аппарата. Это суставы, суставная генера. То есть просто, да? Да. Легкий разогрев – это прокручивание коленок суставов, голеносопных суставов, одной ноги, естественно, другой ноги. И разогрев ногу, это приседания. Поставила ножки, просто приседания. Коленочки не выводим, стопы параллельно другой ушке. Хорошо. Таким буквально 15 класс приседания. Это у тебя будет легкий разогрев. Обязательно вода. За тренировку даже 40 минут, но ты должна выпивать 0,5 воды. Обязательно. Без воды мы и не тренируемся. Тренировка делится по блокам. Пресс прокачивается в середине или в конце. Вначале он не прокачивается. Сначала ты прокачиваешься мышцы ног и ягодиц. Упражнения. Я покажу три самых основных эффективных упражнения, которые вы можете делать с любым оборудованием, которое у вас есть дома. Первое – это приседания, с которых мы начнем. То есть сначала мы качаем ягодицы, как ты сказала, правильно? Значит, показывай. Ноги. Ягодицы и ноги тоже. Широкие приседания. Поставила. Без тела на пяточки. Очень важно следить за тем, чтобы коленные суставы не выходили вперед. Это очень важно. Вниз идет вдох, наверх, выдох. Присела вдох, подъем наверх, выдох. Вдох, выдох. Делаем. Если у вас бутылки с водой, вы берете контейнки. Опускайте их просто вниз и продолжайте приседать. То есть беру бутылки с водой и просто приседаю. Сколько раз? Так, мы решаем модификацию, которая делает катя. Это с подтягиванием момента, ты можешь делать подъемы одновременно на бицепс. Ты делаешь чуть-чуть неправильно, коленочки мы не выходим, следим за этим моментом, ягодицы уходят назад. Такое ощущение, что мы садимся на стульчик, который находится сзади нас. То есть так мы экономим время, правильно? Качаем и руки, и ноги одновременно. Да, это уже функционально. Вдох, выдох. Продолжай. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Также это можно сделать с фитболом. Если мы поставим фитбол за спинку и будем возле стены, будем точно так же приседать. И можно делать с резиной. Ты можешь точно так же встать, возьми резину. А сколько стоит такая резина? Хороший вариант, недорогой, можно купить в районе 150 гривен. А чем можно заменить? Не знаю, резинкой от чего-нибудь. Резина, любой даже жгут, который аптечный, он подойдет. Кстати, да, он дешевый. Он дешевый, он стоит до 100 гривен. Я не думаю, что дома нужно профессиональное оборудование, которое есть в фитнес-клубах. Ставим ножки. Точно так же ты делаешь приседания. И добавляешь, допустим, вдох и поднимаешь наверх, выдох. Вдох, выдох. Вдох через нос, выдох через рот. Вдох, выдох. То есть первое мы сделали, второе упражнение для нижней части туловища. Какое? Да, выпады. Выпады. Гантельки в руки, если у нас гантели. То есть бутылки воды берем в руки и... Вдох. Я себе представлю, что просто ножку и одна каждую часть. Вдох, выдох. Поработаем. Честно говоря, мне вот, знаешь, как-то я люблю разнообразие, поэтому мне как-то вот так легче. Но это тоже правильно. Это тоже правильно, это более тяжелый вариант. Это функциональный уже подход. Не все просто... Ребенок должен проснуться, мало времени, поэтому лучше утяжелеть. Тогда уже поднимай руки. Вдох, выдох. Вдох, выдох. То же самое можно делать с резиной. Вдох, выдох. Еще можно телевизор смотреть параллельно. Отлично, хорошо. Так, и третье упражнение? Да, третье упражнение, это очень хорошее упражнение, называется приседание клиена. Работает на твою внутреннюю часть бедра. О, это очень полезная часть бедра. Она такая проблемная у многих зонов. Очень красиво, когда она прокачана. Хорошо. Коленочки мягкие, ты точно так же приседаешь, как будто на маленький стучек. Вниз, вдох, подъем, на верх, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. То же самое. Ты можешь делать со своим весом. Могу с бутылками воды, с книгами, с ребенком на руках. С ребенком. Очень много можно комплексов придумать с ребенком. Это вообще ничего, кроме ховрика, не нужно. Ты можешь делать с любым совершенно... Ну, по своему опыту скажу, что руки хорошо качаются с ребенком на руках. Очень важно, чтобы между этими упражнениями ты отдыхала полторы минуты. Потому что базовые упражнения не очень сильно, это не контратные. Идеальное количество повторов это по три круга. Вдох, выдох. По сколько раз? Это третье упражнение. Хорошее количество раз, кстати, примерно 20. То есть по 20 раз три круга. В зависимости от того, как у тебя будет оборудование. Если ты, допустим, делаешь без оборудования. Я делаю с бутылками воды, значит, тогда я делаю по 20 раз три круга. 20 приседаний отдохнула, 20 выпадов отдохнула, 20 плей отдохнула. И последнее упражнение – это подъем таза мы кладем ножки. Можно на мяч, можно на стул, на кровать, это уже немецко. То есть, если не отмечаю, любая возвышенность. То же самое сейчас покажу на коврике. Супер. Можно это коврик. И поднимаем. На верх, выдох, вдох. Очень важно не пробиваться в поясничном отделе. Поднимать чуть-чуть на верх ягодицы и сильно изжимать самостоятельно. Подкручивать. Выдох, вдох. Здесь нужно сделать минимум 30 раз. Если очень легко, можно взять бутылку с водой, положить на нижнюю. На живот. Но так дальше, если нет противопоказаний. Поднимаем. Вверх, выдох, вдох. Должен чувствовать за спазм. Бутылка катится. Выдох, вдох, придерживай. Лер, смотри, а я знаешь, как часто делаю это упражнение? Я просто кладу ноги на пол. И вот так. Я это хотела показать. Это тоже правильно, да? Это тоже упражнение. Но поскольку ты подготовлена, я советую добавлять модификации. Модификации могут быть следующие. Ты можешь встать на носке, оторвать пятки. Ой, класс. Вот так. И то же самое делать. Выдох. Ой, так да, так сложнее. Мышки, конечно же, работают мышцы. Продолжаем. Следующей модификацией ты можешь добавить пружины. Для движения на верху, допустим, сделать три пружины. Две, одна, опустить и не до конца. Запустить чуть-чуть и снова поднимем. О, так очень сильно ожжет. Класс. И также одна модификация, когда ты ставишь ножку, вставь ножку, в другую кладешь крест. Ногу на ногу. И так же так. Да, вот включается одна ягодичная мышца, ты ее прорабатываешь, потом включаешь вторую ягодичную мышцу. Модификации очень много. Опять-таки 20 повторений, правильно? 30. 30, да? Для упражнения он не сильно энергостратный, но хорошо подтягивает ягодицы. Меним 30 повторений, пока не начнется жжение ягодицы. Если во время 30 повторений жжения ягодицы нет, нужно добавлять какое-то оборудование. То есть это просто... То есть водичку класят либо книгу на животик, нижнюю часть. Да. Такой комплекс, это четвертое упражнение. Если делать его так тремя кругами, это будет идеальный вариант для ног. Займет он у тебя примерно 12-15 минут. После нижней части туловища мы плавно перемещаемся... На мышцы, которые не все понимают, зачем прокачивать, но они нужны всем. Мышцы. Это мышцы спины. Это был у нас блок, да, для нижней части туловища.